Кризис базовых ценностей, чести и достоинства. Александр Тупицкий, глава Конституционного суда, на которого пала тень подозрения в коррупции, вместо добровольной отставки, как это было бы в демократических странах, не подчиняется указу президента и пытается удержаться у власти. Почему все эти попытки со вчерашнего дня незаконны, мои коллеги расскажут. Александр Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КСУ. Такое сообщение появилось в СМИ сразу после того, как президент отстранил его на два месяца от должности председателя Конституционного суда. А значит, со вчерашнего дня Тупицкий вместе со своей должностью лишился права созывать и участвовать в заседаниях КСУ. За законом про Конституционный суд Украины, специальное пленарное заседание может быть скликано выключено головой Конституционного суда Украины або особой, которая выполняет его повноважение. Пан Тупицкий не имеет на сегодняшний день повноважения, ни как судья, ни как глава, который отсторонен от посады, скликать специальное пленарное заседание Конституционного суда. Да и отстранение Тупицкого было вынужденным шагом, ведь лишившись полномочия, он не сможет препятствовать расследованию уголовного дела, где Тупицкий фигурирует в качестве подозреваемого. Несмотря на нормы закона, отстраненный председатель Конституционного суда всячески пытается удержаться в своем кресле. На официальном сайте КСУ сегодня появилось заявление юрдепартамента. Александр Тупицкий, по их мнению, должен продолжать выполнять свои обязанности, а президент отменить указ об его отстранении. Вот только никакой юридической силы у этого заявления нет. На сайте Конституционного суда это подмена понятий и никаким образом не относятся к истине правдивой информации. Есть просто размышлениями некоторых людей в секретариате, которые однозначно надо реформировать. Точно так же может быть кто-нибудь прийти туда написать на этом официальном сайте, кто угодно, и, например, бухгалтерия, еще какие-нибудь структурные подразделения секретариата. И после этого медиа будет комментировать, что это позиция Конституционного суда. Такие вещи недопустимы в правом государстве. Для нынешнего состава КСУ, по мнению экспертов, это обращение – последний шанс удержаться в своих креслах. Для того же Тупицкого и для большей части судей Конституционного суда, знаете, как в известной светской комедии, либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня к прокурору. Либо они каким-то образом добиваются того, что эта история каким-то образом забывается, либо же в конечном счете их все равно ждет ответственность за те решения, которые они принимали. А Тупицкого еще и уголовная ответственность за те нарушения, которые он предпринял еще до того, как возглавил Конституционный суд. Поэтому это патовая ситуация. В минувший понедельник офис генерального прокурора сообщил Александру Тупицкому о подозрении. По версии следствия, он причастен к махинациям с приватизацией Узуевского энергомеханического завода. А после, пытаясь скрыть, это подкупил свидетеля. Однако это не единственное темное пятно на репутации Тупицкого. ГБР проверяет его причастность к преступной организации, а также незаконное приобретение участка в оккупированном Крыму и даже государственную измену. Татьяна Сулей, Киев, Твой дом. Редактор субтитров А.Семкин